Число погибших из-за стрельбы в Праге увеличилось, среди них нет украинцев. В Праге сегодня, 21 декабря, из-за стрельбы в университете известно уже о 15 погибших. Украинцев в их числе нет. Детальнее, в материале РБК Украина, при подготовке материала использовались источники, новинки.сизет, твиттер-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского и комментарий спикера МИД Украины Олега Николенко для РБК Украина. Количество раненых и российский пример. Начальник полиции Чехии Мартин Вандрашек заявил, что стрелок убил не менее 15 человек и ранил не менее 24 человек в университете Праге. При этом сообщников у него не было. Он совершил самоубийство в момент, когда по нему вели огонь полицейские, уточнил Вандрашек. Сейчас полиция проверяет сообщения стрелка в соцсетях, которые могут свидетельствовать о том, что он брал пример с российской восьмиклассницы. Она в начале декабря расстреляла в школе Брянска двух человек, еще пятеро, получили ранения. После стрельбы школьница покончила жизнь самоубийством. Заседание правительства. При этом, по информации новинки.сизет, правительство Чехии соберется на экстренное заседание сегодня, 21 декабря. Оно пройдет в 21 час. Отсутствие украинцев среди жертв и пострадавших. По информации чешской полиции, по состоянию на данный момент украинцев нет среди пострадавших в результате стрельбы в Праге, рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК Украина. Реакция Зеленского. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на инцидент. Я глубоко шокирован новостями о трагических событиях в Праге, в результате которых погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искреннее соболезнования семьям погибших и желаю быстрого выздоровления раненым, написал глава государства. Что предшествовало? Напомним, сегодня, 21 декабря, неизвестный начал стрельбу в университете Праги. Согласно последним данным, было известно о 11 погибших и более 20 раненых в результате инцидента. Позже чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Казак. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.